Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришина. Вот Эльман Пашаев вновь сделал довольно громкое высказывание. Он утверждает, что в машине Ефремова в момент ДТП находились минимум три человека. Вы все помните, что весь процесс он говорил, что знает, кто там примерно знает, кто находился. Но в силу того, что он связан адвокатской тайной и этикой, имея в виду, что Ефремов достойный человек, не хочет, так сказать, кого-то там выдавать, он не может сказать свои предположения и так далее, кто там был. И вот ТАСС сообщает, бывший адвокат актера утверждает, что неоднократно консультировался на этот счет со специалистами, автотехниками и криминалистами. Более того, Пашаев сам является криминалистом в прошлом. Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС, Эльман Пашаев, заявил, что по его информации в машине актера в момент ДТП было как минимум три человека. Если, кстати, помните, первые, вот всегда самые свежие первые такие высказывания. И высказывания, я имею в виду в СМИ, самих СМИ, говорили, что много было свидетелей, очень много, и кто ехал за Захаровым, и если вообще он там был, да, и так далее. Многие говорили, но потом все куда-то подевались и так далее, и поэтому, значит, все. Да, значит, в машине как минимум было три человека, сказал он в понедельник, у Филипп программа «Докток» на Первом канале. Как пояснил Пашаев, он неоднократно консультировался со специалистами, автотехниками и криминалистами. Вот что он говорит, если сзади никто не сидит, спинка сиденья с пассажирской стороны не может сломаться. Ну, имеется в виду, вот вы сидите сзади, впереди спинка пассажирского сиденья спереди. Значит, сказал он, добавив, что результаты одной из экспертиз показали наличие отпечатков пальцев Ефремова на заднем сиденье с пассажирской стороны. Пашаев также добавил, что согласно имеющимся в его распоряжении результатам экспертиз, «Приз эпителии актера обнаружен лишь на подушке безопасности автомобиля. За рулем отпечатки пальцев принадлежат другому человеку. Если вам интересно, я их предоставлю», сказал он. Вот это, конечно, самый главный вопрос. Почему? Потому что если отпечатки пальцев Ефремова на руле нет, вообще тогда вопрос, что он делает в СИЗО, я не понимаю. Потому что, если реально, он говорит весь процесс постоянно об этом, и никто больше об этом не говорит. Я постоянно задаюсь вопросом. Но если отпечатков пальцев нет Ефремова на руле, а есть другого человека, то как это может быть, чтобы человек сидел за решеткой? Должны исследовать, кому принадлежат отпечатки пальцев. И как нет Ефремова, если это его машина? Вот это, конечно, вызывает огромный интерес, но, по-моему, именно у тех, кто должен заниматься расследованием, этот интерес этот момент не вызывает. И вот этот момент, что этот интерес, интерес этот момент не вызывает, вызывает интерес у других людей, что этот момент не вызывает интереса, да? Хотя он, по идее, это должен вызвать самый большой интерес. Тут вообще интересов очень много в связи с заявлениями имама последними, всего достаточно большое количество. Так что вот Пашаев в эфире федерального телеканала на Первом канале утверждает, что были минимум трое человек. Более того, говорит о том, что, значит, не может сломаться спинка пассажирского сидения. И более того, что, значит, на руле отпечатков пальцев нет, они приезжают другому человеку. Более того, он готов предоставить доказательства своих слов. Не знаю, напишите, что думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна. Пишите ваши комментарии, ребят. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok